О непростой судьбе этого уникального места наша телекомпания рассказывала не раз. Святый Троицкий монастырь, древнейший некрополь и важная историческая точка. Не заметен даже, если находиться в непосредственной близости от него. Не каждый резанец знает о существовании этого чудесного уголка прямо рядом с московским шоссе. Между тем, не раз говорилось о том, что монастырь мог бы стать очередной туристической изюминкой, тем более, что рядом расположена огромная зеленая зона в 19 гектар. Борьба за сохранность зеленой зоны началась в этом году, экологи забили тревогу в мае, когда выяснилось, что территорию в 19 гектар на московском шоссе отдали в аренду с разрешенным видом использования земельного участка для строительства торгово-развлекательного центра. Между тем, вся эта площадь сегодня занята прекрасными дубами. Рязанский Свято-Троицкий монастырь является одним из древнейших на нашей земле. По преданию, в нем останавливался в 1386 году преподобный Сергий Радонежский. И поэтому это уникальное место, очень древнее, которое охраняется государством. Это памятник истории и культуры. Вокруг монастыря находится, ну помимо самой территории, еще зона охраны, зона охраняемого природного ландшафта, в которых предприниматели, в общем, посягают на эти территории и пытаются монастырь со всех сторон застроить. На старом генплане Рязани Дубрава была отнесена к зоне городских лесов. При утверждении нового генплана зеленую Дубраву закрасили малиновым цветом и отнесли к зоне застройки деловыми объектами. Вот и вышло, что над зеленым массивом нависла угроза. Между тем, чтобы спасти Дубраву, оказалось достаточным всего лишь проявить гражданскую активность. По обращению экологов и градозащитников в генплан внесли новые изменения. Культурное, историческое и археологическое значение монастыря историки и краеведы сопоставляют с Кремлем и даже называют монастырь заповедником. Когда-то на территории находился крупнейший некрополь, но в годы строительства завода памятники просто сравнялись с землей. Вот все, что осталось. Между тем, здесь захоронен Живаго, Трубецкие и знаменитый архитектор, некогда создававший архитектурный центр Москвы Матвей Казаков. Кроме того, есть мнение, что именно здесь Сергий Радонежский примирил князя Олега Рязанского и князя московского Дмитрия, враждовавших за право быть сильнейшим. Помимо того, что на данной территории располагается поздний средневековый комплекс монастырский, здесь имеются остатки поселения, которые мы датируем 9-10 веком, первой волной колонизации славян. Эпоха бронзы, это второе тысячелетие до нашей эры. Та территория, на которой сейчас происходит масштабное строительство в исторической территории Троицкого монастыря, находится в зоне, которая окружала этот ансамбль, окружала древние поселения, и которая может быть принята за исторический природный ландшафт, сформировавшийся в эпоху древности. Архитектура и ансамблевость монастыря не уступают Рязанскому Кремлю полтора десятка объектов. Братский корпус, настоятельский корпус, два храма, колокольня, сторожевые башни, трехъярусная колокольня, от которой остался только один ярус, святые врата, возле них растет древний дуб, повеянный легендами. И сейчас идет работа по восстановлению былого исторического вида монастырской территории. Но всю эту и так неизвестную в широких массах красоту скоро закроет высотное здание. Работы ведутся, мы стали свидетелями. Несмотря на то, что монастырь расположился практически прямо на Московском шоссе, можно сказать, встречает гостей, въезжающих в Рязань со стороны столицы, о реальной красоте и значимости его не догадываются даже большинство жителей Рязани. А ведь когда-то в Устепавловке, на самом краю города, окруженный заливными лугами и дубовой рощей, он красовался и был заметен издалека. Закрытый цехами завода, теперь он под угрозой спрятаться за новой многоэтажкой. И тогда о существовании маленького окутанного историей и силой местечка будут вспоминать разве что настоящие ценители. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».